Пробыли долго, не задохнулись там, то есть у нас будут соответствующие изменения, да? То есть, простым языком, опять же, без медицинских текен, оставим это моим коллегам. То есть, взяли нам и передавили кислород. Разошла гипоксия, то есть, нехватка кислорода, сейную наверняка испытывают. Ну, как бы вот подушку, представьте, что они дали дышать. Соответственно, какая-то часть головного мозга может у человека пострадать. Что это? Двигательная функция. Что это будет зрительное? Никто не знает по сути. На его функционирование требуется головного мозга определенное количество кислорода. То есть, мы на что-то вдыхаем вдох, да? То есть, как бы аналогия простая. Вот огород, на нем грядки. Полить их требуется две бочки воды. Для человека что-то пережато, шланг пережатый, снабжающий. И на эти грядки выдается, допустим, полбочки воды. Как их организм распределит, что он будет кормить? Это уже дело неудобно. Но при этом будут стандартные признаки родовой травмы, которые мы, к сожалению, можем наблюдать на ребятишках. Насколько мы простандали в этих родовых путях. Это первая травма, которую мы получаем. Я сейчас не буду подходить к моделькам, к ребятишкам. Я сейчас попросил, чтобы все это было наглядно. То есть, вот это все слова. Я бы хотел, чтобы вы посмотрели на взрослого человека. То есть, человеку, сейчас мы будем это обсуждать с ее разрешением, определенное количество лет. Человек считает себя здоровым, у него все хорошо, у него есть дети. Сейчас там моменты закончатся. Я вам просто покажу. Значит, что еще хотел сказать. В любой системе, кто бы у вас из вас с кем-то не работал, бухгалтер, инженер, врач. То есть, смысл один и тощий. Мы должны взять какую-то проблему, смочь ее как-то оценить с помощью каких-либо линеек, либо систем измерения. Правильно? То есть, что-то там. Скорость километра в час. Больше ехать. Ну, меньше. То есть, должно быть какой-то способ измерения. В своей работе я пользуюсь способом измерения, который называется МНТ. Мануальный мышечный тест. То есть, что такое мышца? То есть, это исполнительный орган, который работает в двоичном режиме. Либо есть электричество, тогда мышца включена, да? Либо электричество ноль, так работают все телефоны, смартфоны. То есть, двоичное кодирование. Если электричества нет, мышца выключится. Соответственно, на основании этого, многие люди, врачи, мануальные терапевты, кто там еще, в разных областях, этот тест прослеживается. То есть, что такое этот тест? Это ответ организма на какой-либо способ воздействия у меня. В зависимости от этих тестов мы можем что-то оценить. Давайте мы теперь подойдем все-таки к более конкретным вещам. Александр, можно вас попросить? Вот у меня есть модель. У меня тут будет тушетка еще. Вы можете все-таки попросить. Скажите, пожалуйста, вам лет сколько? Скромный вопрос. 34. У вас что-то болит? Ничего. Ребятишки есть у вас? Да, двое. Двое ребятишек, да? Давайте вот теперь просто оценим с точки зрения простых вещей для человека. Перед нами молодая, красивая, здоровая женщина. Она говорит, у меня ничего не болит. Ну, позвали меня на модельку. Мне смешно, интересно. Я, конечно, приду поучаствую. Теперь смотрите. Давайте ножки вместе поставим вот так ровно. Если вашего позволения, вот так встану. Мы будем на модельку смотреть, а буду говорить громко. Обратите, пожалуйста, внимание, особенно кто сидит передо мной. Вот здесь, в этом секторе. По человеку идет асимметрия по лицу, да? То есть одна грудка выше другой. Одно ушко расположено чуть выше другого. Одно плечо чуть выше другого. Одна рука расположена к корпусу ближе, чем вторая. Соответственно, собою попросить. Собойте, пожалуйста, шаг вперед сделать, шаг вперед, шаг вперед, шаг вперед. То есть ничего сложного я пока не делаю, да? Шаг вперед, шаг вперед, шаг вперед. Теперь за активным глазам просто шаг вперед сделать, и не шаг вперед. Вот обратите внимание, сейчас минимальный возврат. Ни одна нога стоит дальше другой. Называется незаконченный шаг, на моем языке, да? То есть что происходит? Нога, нога, таз. Если таз сместился, где нет, да? Оно надо либо отшагивать, либо вставать, подгибать ночь. И после этой лекции выйдите подлиже к курортному конспекту. И когда посмотрите, как женщины стоят на остановках, то вы поймете, о чем я говорю, да? То есть будет уже не столько смешно. Либо когда таз сместил, ноги потянул вот так или так, ноги сойдутся либо вот так, либо вот так. Вы сейчас в лекции выйдете, тапочки свои возьмите, переверните, посмотрите, как они сношены. То есть не надо мне верить на слово. Выйдите на курортный, вот вы теперь уже понимаете, как посмотреть. Обратите внимание у людей на обувь, как они идут, раскачиваясь. То есть если одна нога больше другой, длиннее расположена, человек одним делает длиннее шаг. Я сейчас покажу, как это выглядит. Можно попросить спиной как-нибудь. Серьем разрешить, чуть-чуть поднимаем маечку. И вот так можно что-нибудь. Вот чуть-чуть. Все, достаточно. Смотрите, кошки есть. Смотрите, пожалуйста. Особенно будет видно со спины. Видно, как одно ухо выше другого. Да. А видно, как один угол челюсти торчит. То есть прикус здесь пострадал. Все видят? Да. Видите арсиметрию по плечам? Да. Тонус видите какой? С одной стороны мышцы подтянуло. Видно. Видно. Теперь смотрите. Рука лежит, здесь дыра. Видно? То есть это сколиоз грудного отдела с разворотом плечей относительно таза. Ставлю пальчики на пояснично-воздушные кости. Вот они. Медленно, медленно. Стоп. Назад. Все видят, как правый палец работает? Не, медленно на пояснично-воздушные кости. Стоп. Видите, как напрягаются мышцы? То есть это все работает вот так по диагонали. Назад. То есть вот этот таз стоит сустав на месте, а вот этот вот так пашет. Понятно теперь разница? Все поправьте. А теперь смотрите интересную вещь. У меня тестовая мышца будет дельтой. Вот. Боксник с названиями. То есть я прошу вот из этого положения. Руку тяните выше плечей. Тяните. Рука не сильная. Отлично. Что я попрошу сделать? Одну ножку вперед поставьте. Тяните руку вверх. Рука сильная. Меняем ногу местами. Тяните. Тяните. То есть я поставил по там шагу, да? Ну, движение. Сколько раз такое движение сзади делал? В ней пошло нарушение между, простым языком, да? Между головным мозгом и управляющими мышцами. То есть они вообще ничего не понимают. Смотрите, если интересно. Может, вместе ровно? Половина ребятишек, даже большая часть, кто приходит в этот центр, они испытывают проблемы с речью. Говорят плохо, да? Зачем нужны здесь логопеды? Они помогают это делать, да? Долго мучаются, стараются. Хорошие специалисты, вопросов нет. Представляете, сколько им надо усилий, ваших там усилий. Ребятишек. А теперь посмотрите. Ну, скажите нам что-нибудь просто. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошая дикция, все говорит хорошо, да? Человек там разговаривает. Руку вверх тяните. Отлично. Язычок налево сделал. Тяните руку вверх. Отлично. Язычок направо. Тяните. То есть что я сделал? Я попросил ее языком дать нагрузку на подъязычную диафрагму. Человек просто сместил вот так язык. У нее сразу выключится половина мышцы. То есть тестовая мышца и так далее. Сколько раз мы в день вот так делаем? Эта мышца физически не работает. Или работает процентов, допустим, на 30. Соответственно, другие мышцы вынуждены пахать за нее. Теперь смотрите. Давайте эту пушеточку развернем. Что вы можете сделать, кто не взял с собой ребятишек? Домой приходите, ставите их ноги вместе к себе спиной. Как я сейчас сделаю. Встаете на коленочке, ставите пальцы на пояснично-подвздошные кости. Вот так. И просите, миленькие мои, медленно наклоняйтесь. И вы увидите, как таз ходит по-разному совершенно. Вот это родовая травма. То есть родовая травма – это не только череп, таз, кривошея, которые вам пишут. Это не только напряжение в шее. Это не только смещение. Но вот смотрите, придется так рисовать. Позвоночник, плечи. Плечи перекосило. Вот эта мышца, он короче. Вот это, как старая резинка на белье, ничего не держит. Место креплений, шейные позвонки. Их вот так держат в каждую секунду времени. Между ними диск. Диск выдавит, будет протрузия, если он лопнет. Выдавит и выдавит спинномозговое вещество, будут грыжи. Мышца продолжает это все ущеблять. Поджало, заклинит болевой синдром. Ложите сюда, пожалуйста. Голову сюда. Можно? Давайте я расскажу, а потом вопросы, чтобы мы не прижалились чуть получше. Теперь смотрите. В положении лежа, прошу, просто можно перестать, а камеру снимите. Я беру в руки ее мышцы. Вот шикарный тонус, который со спины показывает. Человеку сразу больно будет. А вот здесь кисель. То есть вот эта мышца напряжена. Вот здесь вот что. Теперь посмотрите, как у нее голова крутится. Подгибаем подбородочек в груди. Я просто поджал и держу голову. Ничего другого я не делаю. Самостоятельно поворачиваем голову влево. Видите, докуда повернули? С точно таким же усилием вправо. Как он разница? Ух ты. То есть еще раз. Медленно. Спокойно влево. Вот докуда сектор поворота. Все видят? Сектор поворота вправо. Вон куда. Это знаменитый подвывик атланта первого шейного позвонка. То, о чем вы столько много слышите и читаете. С каждым позвонком, парой костей, черепа, еще там чем-то, да, связаны конкретные мышцы. Здесь будет не работать пояснично-подвздошная мышца. Поднимаем ножку. Ножку отводим. Я давлю мышцу вниз, ногу вниз, да. Одна из самых сильных мышц человека. Вы, пожалуйста, держите. Со всей силы держите. Все, что она смогла. Нисколько. За что она отвечает? За положение наших внутренних органов. В том числе и за родовую деятельность. То есть как в каких-то там будет происходить родовая деятельность. Я давлю, вы держите. Ну, сами поняли, надо сказать на камеру. Идем дальше. Ставлю пальчики на кости поза. Видите, какое смещение. То есть таз вот так скручен. То есть ребятишки... Поставьте еще разом. Ребятишки, проходя эти родовые пути, просто себе свернули шею. Причем положение... Ручку сюда тяните. Сюда. Все отлично, все великолепно. Язычок направлен. Тяните. Это будет что в положении стоя, что в положении лежа. Здесь какие-то мышцы будут пахать за другие мышцы, которые ушли на больничный лист. При этом вот эта мышца, допустим, работает изначально. Вот так, лодыжку. Держите. Я тяну, вы держите. Держите. Все ноги руками разворачиваю. Держите. Человек занимается спортом. Говорит, я здорово. Смотрите, за интересным. Ручку сюда тяните. Рука сильная, великолепная. Кто хочет побыть волшебником, давайте вы. Подойдите, пожалуйста. Похлопните в ладоши, наверное, над лицом. У нее? Да, да, да. Смелее. Тяните руку. И выключилась. Вот так она сильная. Тяните. Похлопните в ладоши. Наглядно. Есть очаг возбуждения на уровне коры головного мозга. То есть это простейшие рефлексы, которые у нас должны уйти к году. К году. Сколько в лет? Раз, четыре. Кто хочет быть следующим волшебником? Мышцы сильные. Но кто будет волшебником? Давайте. На коленочке вот так поддавите. Просто перезгибаем колени. Поддавите разочек. Поддавите. Выбрали руки. Тянем руки. Все выключилось. То есть любое перезгибание мышц спины, ног, вызовет у них гноверную мышечную слабость. Наглядно. Это все должно уйти к году. Это переворачивание. Это так, как организм наш правильно двигается. Кинематика движений. Многое чего. Это тоже, с чем работают мои коллеги в клинике импульс. У них ребятишек ставят на мячи, на срезанных. То есть они включают у них определенные мышцы. Ну представьте, насколько долго им надо делать. Каким надо приложить ребятам усилия, чтобы, допустим, включились стабилизаторы стопы. То есть вот, ну, давайте, ну кто-то без каблучков. Можно вас попросить? Встаньте, пожалуйста. Ничего такого мы делать не будем. Есть культуры заниматься. А будьте любезны, одну ножку подожмите. Глазки закройте. Просто посмотрите. В норме человек должен простоять как минимум минуту. Видите, заболтал. Стабилизаторы стопы не работают. Ножка, прогоняйте. Второй подожмите. Руки вперед перед собой. Всем видно, да? Вот он, тот же мячик. Давайте теперь я, дабы ваше внимание дальше, потому что там не углубляться в всякие тонкости. Всем интересно, что же я работаю, как я делаю, да? Можно ли это исправить? Ну, без меня вы все это видите. Там разница по плечам, болит там таз, там смещена там разница по линии груди. Это без меня все видят. То есть я пока ничего такого страшного не рассказал. Это вы видите все сами. Как люди на остановках стоят. Как выпавшие животы после одной-двух городовых погрузок. Такие. Человек еще балансирует руками. Допустим, я попросил разрешение две простые дисфункции убрать. Всем интересно, что же я делаю. Потому что те, кто у меня был на приеме, расскажут обычно так. Он куда-то стучит пальцами, дергает за ноги и что-то говорит. Потом ничего не болит. Напоминаю, как у нее работает, да? Спокойно голову влево поворачиваем. То есть сектор, да, который все видят. Правда. Всем видно разницу. Я просто напоминаю. Спазм с этой стороны не работает пояснично-подвздошной мышцы. То есть не работает, а слово совсем. Держим. Ну, то есть никак. Сразу тремлю мышц. Черт ко мне был еще. Дамы, прошу вас только об одном. Все напряжены, все смотрят мне в руки, да? Когда вы будете иголку в нитку вдевать, а 20 человек будет в руки вот так смотреть, то вы, наверное, промажете, да? Рассматривайте пока, пожалуйста, меня там, да, как-то там подстрижем там все что-то. Только не в руки. Я все-таки с человеком работаю. Голову сюда. Глазки закрыли. Я что-нибудь хорошим, да? Шубы, шапки, бриллианты, че-то там пи, кошелатки. Ну, о чем обычно женщины говорят, я не знаю. Может, как покупка серьезная. Все, что я делаю, я просто поступлю с определенным ритмом в определенную точку. Сейчас будет звук, но он у всех одинаковый, поверьте мне. В этой кости мозгов не существует, поэтому туда пальцы глубокость. Убираем руки. Руку под затылок. То есть задача снять мышечную память, чтобы это назад не уезжало. Сюда панчет. Тогда руки сюда панчет. Покачаем за голову. И что я делаю? Растягиваю твердую мозговую оболочку, так называемую ТЭМО. Там у нас хранится мышечная память. Убираем руки. Смотрим нашу работу. Мышца стала... Расслабилась мышца? Что скажете, больно? Нет, не больно. Смотрим, как голова крутится. Голову подгибаем. Спокойно, самостоятельно. Голову влево. Что-то надо комментировать, нет? Курмит. Вправо. Смотрим, соответствующая мышца включилась. Я вам всю цепочку показываю. Но это самая простая цепочка, которую я могу показать на камеру. Она наглядная. Давлю вниз. Держим ногу. Держим. Держим ногу. Оксана, не специально? Нет. Мне кажется, она сильнее сюда поворачивает, чем сюда. Там есть определенные тонкости. Таз еще смещен. То есть запомните, что у нас есть череп, таз. Травма называется не родовая, а кранио, сакральная. То есть череп, таз. Надо восстанавливать всю эту работу. Не просто шею помять ребенка. Ушел тонус, массажист руки убрал. Через три дня тонус вернулся. Получается замкнутый круг. Если у меня таз заверчен, у моего ребенка сместится шея и тоже завернется таз. Абсолютно верно. Ясно. А если кесарево сечение? Если кесарево сечение, что произошло с дамой? Нет, с ребенком. С ребенком. То есть дама пришла в роддом. По какой-то причине, я не знаю, по какой, на камеру об этом не буду. Ее решили кесарить. Ну так вот решили. Все делают разрез. Разрез минимальный. Чтобы она еще не была мини-бикини в Сочи носила. В этот разрез медсестра, врач с самой узкой рукой в смене, сует пальцы. Чаще всего. Ловят ребенка, как придется. Ну я просто говорю, на камеру извините меня без медицинских термин. Либо вот так, либо вот так. И с гидроударом шеи нету сразу. То есть задача спасти жизнь мамы. То есть все говорят, у вас еще будут дети. То есть мы вас спасаем по каким-то признакам. Ну я не знаю. То есть это к врачам, не ко мне. То есть я работаю с последствиями. Любая попытка там спросить у меня, как это медикаментозно, я не знаю. Я никого таблетками не лечу. То есть вот что такое кесарево сечение в моем понимании. Вы приходите домой, вы знаете своих ребятишек. Поставили их попой к себе. Я уже сказал, пальцы положили. Все посмотрели. Что у вас есть. Теперь вот смотрите, пояснично-повздошное не работало, таз был скручен. Дети прошли родовые пути. У них болит голова, они не усидчивают. Кислорода не хватает. Просто больше 30 минут в школе. Больше 20 минут на занятиях. Мы прям по часам отбираем. Ребята, они нас не слышат. Дальше. Что происходит? Гипоксия. Его организм заставит встать и начать бегать, нагонять в голову кислорода. Гиперактивность. Потом остановится. 20 минут. Все пошло по кругу. Вы его спать положили. 30 минут. 40 минут. Проснулся, заорал. Почему маленький ору? Нагоняет в голову кислорода. Я бы на этом хотел закончить. Я об этом могу часами говорить. Я рассказываю людям. Преподаю это. Ставлю им руки. Учу работать. То есть, если телефоны не выключить, я могу говорить долго. Поэтому давайте так. В частном порядке. Мы сейчас нашу модельку отпускаем. Ей говорим спасибо. Благодарился. Давайте сделаем так. Мы, пока мы закончим разговаривать. У кого будут какие-то вопросы, я в индивидуальном порядке поговорю с каждым. Только одно десно. Дождитесь меня.